как усваивается материал не устали нет сейчас подойдут все и продолжим также если что непонятно то спрашивать если какие-то вопросы возникают по ходу мы сейчас все пройдем сначала пойдем дальше до корова поставить 9 коров но числа тоже не случайно допустим 8 отрезков парчи 9 коров то есть 8 это такой как бы алхимия то есть скачкообразного изменения то есть 9 но считается так общее понятие число императора то есть очень хорошее число так ну можем начать до повторить пройдемся по комплексу сейчас потом дальше двигаемся до начала повторим все что вы уже да также цигун дает состояние внутреннего покоя то есть вот здесь в этой стойке можно принципе настраиваться постепенно она вас укореняется и уже когда только начинаете уже состояние покоя возникает из этого покоя начинаете двигаться то есть можно принципе себе давать какую-то ротацию ум спокоен сердце безмятежно допустим тоже достаточно ноги вместе мы всегда начинаем потому что два полушария мозга должны соединиться то есть здесь ничего нет стойка пустоты увей называется то есть движение нет дальше начинается движение раз два первое движение в это преподносит палец у один глаза закрываются восстанавливаем дыхание и по возможности также оставляем посторонние мысли и проблемы второе движение также называется в это преподносит палец хранитель монастыря раз пальцы широко два потянулись чуть-чуть три открывает тонкие каналы рук четыре вверх пальцы соединяем все пальцы с усилием и на ногах увеличивается циркуляция крови включается сердце легкие дальше раз пальцы широко два три третье движение также в это преподносит палец у три точки лагун активизируем толкаем ладони вверх поднимаемся на носки смотрим вниз чувствуем макушку головы дыхание естественное спокойно в этом упражнении включается энергия всех внутренних органов дальше раз кулаки собираем сжали кулаки поменять звезды в созвездиях правая раз два вниз кручимся чуть-чуть сжимаемся раскручиваемся вверх как пружина чувствуем поясничный отдел область минмэй соединяются каналы рук и ног дальше раз смотрим на звезду два вниз срываемся три через грудь рука корпус постепенно разворачиваем также чувствуем поясницу также чувствуем поясницу дальше раз два три три четыре вверх раскручиваемся раз дальше 2 рука вперед ладонь вперед ведет три 3 вниз, 4 вверх, 1, также смотрим на звезду, 2, 3, меняем, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 7, 10, 10, 10, 11, 12, 11, 12, раз 2 дальше 1 2 шаг назад ладони вверх сзади перекручена ладонь собираем в кулак медленно чувствуем каждый палец смотрим на кулак скрутка живот расслаблен здесь ягодицы чуть-чуть напрягаются вперед 1 2 1 2 переход следующее движение расправить крылья выпустить когти раз улучшается работа легких дыхание и также сердце глаза чуть-чуть округляем включаем энергию печени раз руки ладони вверх здесь две точки вспоминаем до вперед раз глаза два к себе ведем пальцы вверх напротив канала желудок легкого раз 2 либо с дыханием либо просто плавно выдох к себе вдох с усилием используем физическую силу как будто что-то держим в руках вперед выдох толкаем постепенно усилие нарастает к себе вдох 1 2 2 дыхание бесшумное иначе напрягается тело 1 2 переход поворот вправо зеркально делаем правая рука вниз левая вверх 9 духов вращает мечами раз рука на позвоночник ладони от себя вспоминаем две точки ухо и затылок чуть-чуть раскрылись без лишнего усилия физического выдох вниз стекаем поясницей скручиваемся сжимаем бог вверх раз голова прямо здесь прямо не запрокидаем вниз 2 вверх вверх раз позвоночник растягивается можно представить просто это движение вниз выдох раз в другую сторону переход также рука сзади ладони от себя и закрываем ухо нажимаем основанием ладони на затылок чуть-чуть открылись вдох медленно выдох раз два раз два три переход в следующее движение просто сделаем потом объясню раз шаг у вас левая до раз два раз два раз два дальше три и на ширину плеч опять такое же положение рук да раз вдох выдох вдох выдох выдох чуть-чуть стойку напомню у нас основная стойка стойка дерева ширина плеч здесь когда мы ногу отставляем уже стойком обу работает ну примерно четыре ступни это примерно так то есть положение нагружаем обе ноги можно чуть ближе называется присесть на трех уровнях также чувствуете как вам удобно приседать не обязательно низко можно чуть-чуть раз потом развернули руки потом еще глубже потом еще глубже приседаем мы на выдохе а здесь посмотрите то есть нот да у нас манекен есть чуть-чуть сгибает много не просто прямо стоим на одной ноге мини вот просто ногу вот согни и все да то есть здесь . есть сустав и за суставом мы идем можно у себя попробовать найти то есть она такая достаточно болезненная чуть-чуть . вот руки опускаются напротив этой точки то есть не ниже раз потом опять поднимаются то есть здесь работают ноги канал включается да мы не заостряем внимание на каналах на названиях точек то есть просто чтобы найти и вообще лежа удобно то есть одна нога согнута расслаблен потом вот у вас сустав и прям за суставом почувствуете здесь вот есть до такое болезненное место вот работает . и руки на выдохе выдох да потом вверх поднимаемся то здесь уже работают два канала основных немного объясню здесь понятно что у йогов все время прижат язык то есть к верхнему небу там . ин тяо здесь соединяются два канала задней средины так проходит от этой точки за передними зубами вверх и через промежность здесь заканчивается здесь передний срединый канал мы замыкаем язык циркуляцию просто там увеличиваем и плотность передний канал сосуд задний канал сосуд управления то есть он управляет всеми каналами это два чудесных меридиана а как бы переходные то есть есть основные меридианы рук и ног то есть они постоянные в них энергия постоянно циркулирует то есть мы общаемся с миром с внешним внутренние меридианы 8 они чудесные как бы считаются они могут изменяться то есть они в каких-то патологических состояниях включаются в человеке чтобы человек выжил как бы вот эти два канала основных они переходны между постоянными и чудесными то есть в них циркуляция энергии так но иногда можно встречать что так это когда сильно то есть организм переполнен энергией то есть жар какой-то вам нужно охладить тогда можно в обратную сторону вращать а так лучше не против движения идти в этом упражнении когда мы делаем выдох мы размыкаем эти каналы то есть так вот и концентрируя все на этой точке выдох так руки опускаются потом вверх да потом и опять выдох да и вверх да ну еще раз попробуем повторим потом еще дополнительное одно движение не сначала мы только из этого положения до из этого положения мы раз руки посмотрите локти у нас сначала вверх потом чуть чуть вниз как бы провисают плечи раз и переход два шаг разворачиваем ладони до вниз и и вспоминаем здесь мы размыкаем канал язык опускаем делаем выдох концентрируемся на точке ин циао выдох руки до до здесь точка вверх как будто что-то тяжелое поднимаем поэтому мы подворачиваем поясницу так до вверх идем силу ног используем опять мягкий вдох выдох здесь можно чуть громче выдох не страшно раз и вверх два потом опять раз выдох два три руки собираем так на ширину плеч ноги да и сейчас с анастасией повторите я чуть-чуть один момент скажу когда мы скручиваемся здесь у нас также включается также немного информации то есть вот у нас позвоночник идет и два канала сбоку работают есть там 17 точек активизируется почки легкие и сердце то есть вот работает за счет скручивания просто чтобы понятно было то есть здесь каналы мы почувствовали здесь тоже каждое упражнение связано с каналами поэтому работает то есть когда вы руки к себе подносите здесь вот я уже говорил да кто-то просто забыли так опускают кончик пальца здесь две точки канал легкого то она тоже чуть-чуть болезненная ямочка раз потом здесь вот два они все принципе чуть чуть болезненно если да если правильно нашли ну дальше повторите сначала да сначала я посмотрю как у вас получается и мы продолжим дальше начнем ноги вместе шаг левая нога раз два два руки пошли вперед раз соединяем ладони глаза закрываются дальше глаза открываем локти пошли в стороны вытягиваем руки перед собой и снова в стороны сжали пальцы потянули кисти на себя колени прямые здесь отпустили снова руки переводим вперед ладони подносим к плечам опустили локти вниз активируем точки лаугун средним пальцем и поднимаемся на носки вытягиваемся вверх макушкой смотрим на пол вниз вперед да не совсем под ноги чуть-чуть вперед дальше от большого пальца замыкаем кулак опускаем пятки сжимаем кулаки чуть сильнее и правая рука пошла вперед скручиваемся таз опускаем вниз выпрямляемся взгляд вверх сквозь ладонь внимание на пояснице меняем руки так же колени прямые да сгибаются здесь вниз уходим чуть сгибаем колени не перемещаем центр тяжести центр тяжести посередине здесь выпрямляемся колени почти прямые в конце еще раз руки меняем раз уходим тазом вниз скручиваемся два не очень низко чтобы не перекручивать колени выпрямляемся раз два вес посередине остается выпрямляемся еще раз руки меняем раз ушли чуть-чуть вниз тазом два выпрямились и еще один руки раз скручиваемся два вес не перемещаем на обеих ногах обязательно обязательно ровно выпрямляемся дальше дальше к следующему упражнению готовимся левая назад правая вперед шаг по диагонали пятку передней чуть повернули внутрь чтобы было удобно вес на передней ноге собираем кулак раз перемещаемся назад скручиваемся слегка торс отклоняем два еще раз вперед назад вперед назад вперед вперед руку скручиваем обязательно далее меняем руки раз ногу подставили переход два вторая нога шаг назад вес на передней собираем пальцы раз поехали назад скручиваемся два чуть еще торс отклоняется еще раз вперед вперед дальше вперед назад вперед К следующему упражнению переходим, ноги на ширине плеч, руки впереди, ладони друг на друга смотрят, к себе подтянули руки, пальцы вместе, раз, вытягиваем руки вперед, пальцы растопыриваем, кисти на себя тянем, два, расслабились, еще раз к себе. Чуть открыли грудь, пальцы вместе, вытягиваемся вперед руками, расслабили кисти, снова к себе, к груди, вперед. Колени прямые здесь. Еще раз к себе, к груди, вперед. Еще раз к себе, чуть открылись, вперед. Еще раз к себе, открываемся и выталкиваем руки вперед. Снова ладони друг к другу, к себе, поворот, раз, руки пошли, два, прижали ухо, три, вторая рука сзади, между лопаток пальцы вверх смотрят. Открываемся немножко вверх локтю, вниз уходим, скручиваемся, то же самое, вес посередине, не смещаемся ноги на ногу, еще раз. Не перемещаем вес. Вверх. Лучше чуть-чуть присесть, чем сильно, неправильно, да. Поясница идет сначала. Снизу движение обязательно. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Выпрямляемся. Меняем положение рук, раз. Зажимаем ухо, два. Чуть открыли грудную клетку, раз. Локоть чуть вверх, не сильно. Уходим вниз, скручиваемся, два. Опять же вес посередине, выпрямились. Чуть открываемся, раз. Пошли тазом вниз, два. Пошли тазом вниз. Раз. Два. Выпрямились. Руки снимаем, раз. Ладони вверх, шаг в сторону левой ногой. Выдох. Неглубоко первый раз присед. Вверх. Вдох. Чуть глубже вниз. Выдох ртом. Ступни параллельно обязательно здесь. Еще раз. Вверх. И максимально глубоко, чтобы пятки не отрывались. Выдох. Поднялись. Переход. И пока закончим. Ну, молодцы. Есть какие-то индивидуальные ошибки. Ну, у каждого свои. Допустим, здесь вот руки. Ну, мало людей. Ну, так вот. То есть, обычно. То есть, вот такое положение, 45 градусов. А в основном ошибки на скручивании. То есть, все ошибки, которые мы проговорили, есть у кого-то. Ну, посмотрите, лучше удобно перед зеркалом делать. То есть, вот перенос веса тела. Так. То есть, перекручивание колен. Вы не садитесь вниз очень сильно. Чуть-чуть. Лучше правильно сделайте. Потом из этого положения вы можете ниже. Да. Раз. Скрутились. Да. Осаживая поясницу. Это сложное движение. Да. Поэтому внешне можно... Лучше стараться внешне сначала правильно делать. Вот. И так как будет продолжение, надеюсь, данного направления, несколько, как бы, ступеней будет. То есть, первое, это обязательно правильность внешнего движения. Тогда включается правильная энергия. Циркулирует. Вот. Ну, и у Анастасии можно будет там продолжать обучение, включиться в этот процесс. У нее обширный опыт. То есть, она вела группы и по цигун, и по тайцзи. То есть, у нее такое глубокое знание. И может до вас донести все вопросы какие-то, которые возникают. Потом у нее можно будет спросить там, проработать все эти вещи. Потому что в объеме одного семинара, ну, невозможно все как бы дать. И здесь теперь еще один момент. Когда мы присаживаемся, уже понятно. Язык вниз. Теперь такой звук еще произносим. Хай, хай, хай. Он гортанный. Хай, хай, хай. Так, хай. Наверное, в украинском весь похожий. Нехай. Такое. Да. Вы говорите нехай. Значит, отпускаете что-то. У вас живот расслабляется. То есть, энергия возвращается. Похоже очень качество. То есть, хай, так, хай. Сюда возвращается. Еще этот звук помогает разгрузить ноги. Когда вы произносите, у вас чуть-чуть легче работают ноги. Потом руки сами всплывают. То есть, его можно громко произносить. Ну, если соседи спят, можно просто. А то придут тоже заниматься, захотятся. Скажут, давай, показывай комплекс. А вы еще не выучили до конца. Вот. Здесь возвращаемся, понятно, на ширину плеч. Посмотрите, руки собираем и чувствуем каждый палец. Чтобы не было механических, автоматических движений. Раз. Все. Забыли. То есть, вы присутствуете. Да. Во всей практике вы присутствуете. Здесь разворачиваются вверх. Да. Еще один момент. Со скручиванием. Покажу. Тоже были вопросы. Мы назад переносим вес тела. Впереди, допустим, у меня правая рука, правая нога. Поэтому мы скручиваемся вправо. Если левая нога, левая рука, скручиваемся влево. Просто, чтобы запомнить легче было. То есть, одноименный. Раз. Поворот сюда. Рука к плечу. То есть, снизу вверх чуть-чуть поворачивается так. Здесь мы уже повторили движение. Можно повторить один раз. Шаг. Сделать шаг. И со звуком. Да. Один раз. Звук. Попробуем. Или два раза. Не очень глубоко. Садимся. Звук хай. Хай. Да. Угу. Да. Можно чуть пошире. Здесь стук не обязательно параллельно. Потому что иначе у вас колени не так будут работать. Очень низко не садитесь. Чуть-чуть как бы. И чувствуйте, как поясница у вас работает. То есть, в этом движении важно также подворачивать поясницу, позвоночник прямой. И начинаем. Точку находим языком. Размыкаем язык. Звук. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа О, правильно, да, мягко очень, да, и возвращаемся Еще один момент, вспомнил, есть также ошибка здесь, в этом движении То есть у вас прогиб, вы заблокировали верхнюю часть И только руками делаете, здесь все тело включается Сразу понятно, кто правильно йогой чатурангу делает То есть округляя поясницу, вы включаете все тело Раз, и посмотрите, назад, не уходите назад сильно То есть за линию пяток не выносите поясницу и затылок То есть у вас одна линия, раз, два, три Это как бы следующая тема Так, толкаетесь, да, правильно То есть вытягиваясь, колени здесь не прямые Ой, не согнутые в смысле, почти прямые Дальше вернулись, следующее движение Посмотрите, положение руки будет такое Лапа дракона Чуть-чуть натягивается здесь Средний палец вверх, остальные так, да Похоже, да, такая, клюка Или курица, лапа курицы, да Может так, похоже будет Посмотрите, рука опускается Поворот сначала вправо, но я влево буду делать, то есть зеркально И взгляд обязательно на руку Вы посмотрели на руку? Дальше поднимается рука Ну как мы смотрим, не четко, прям, да Стараемся разглядеть, что там Просто как бы сквозь нее Рука поднимается Здесь также канал работает за счет этого Вы повернули голову Раз, дальше два Согнули Здесь натяжение Рука проходит мимо Да, чуть вверх Дальше раз Следующее движение, посмотрите Раз, два Здесь собираем кулак Смотрим на кулак Дальше прямо, да Попробуем вместе Я могу спиной встать Вместе с вами делаем Раз Два Три Четыре Рука ближе Пять Поворот Еще раз Раз На руку Два Рука ближе к плечу Три Нажимаем Четыре Поднимаемся Еще Раз Два Три Четыре Четыре Поднимаемся С Настей попробуйте Раз Два Три Колени прямые Также здесь Не сгибаем Четыре Рука к плечу Пять Вниз Раз Шесть Поднимаемся Еще раз Натянули кисть на себя Два Вытягиваем руку Скручиваемся Три Ладонь к плечу Опускаемся Вокруг ступни Вокруг ступни Полукруг Рисуем рукой И поднимаемся Еще раз Положение руки Посмотрите Раз Пробуем сделать Средний палец Средний палец Поднимается И чуть-чуть здесь Натягивается Потом ладонь Раз Ладонь мягко Раз Потянулись Вверх Палец Мягко Молодой дракон Расправляет крылья Но Можно образ Представить Как бы Птица Или дракон Или летучая мышь Стоит на горе То есть она чистит Просто Крыло Расправляет У них же есть Тоже такие вот Лапки То есть они раз И лапкой чистят До земли Здесь посмотрите Здесь уже Внутренняя сила Включается за счет Поворота поясницы Обязательно Округлое движение Здесь внизу Вы нажали Посмотрите От поясницы Движение И плечо Не зажимаем Просто поворот Раз То есть Видите Рука на месте Не рукой мы делаем движение А поясницей Так Потом опять поднимаемся И очень мягко Низко Если тяжело Не наклоняйтесь Главное Чтобы расслаблен Можно так Но колени прямые То есть не сгибаем Просто я Глубже показываю Здесь мягко Раз Переход Два Опять Да Здесь Еще момент Посмотрите Когда мы Повернулись Опять Чуть грудь Раскрываем Вниманием Далеко уходим Пальцы Да Бесконечность Раз Вытягиваемся И посмотрите Внимательно То есть Вытягивание Остается То есть Вы не Расслабились А наоборот Потянулись Только рука Возвращается Да Но здесь Раскрытие Остается Потом вниз Нажимаете И поворот В поясе Так же Да Так понятно Да Если какие-то вопросы Да Ну Можно Еще раз С движением Отсюда Шаг Раз Присесть На трех уровнях Начинаем Вниз Ладони Вниз Да Присаживаемся Звук Ай Мягко Вверх Мягко Вдох Звук Ай Да Вспоминаем Руки До Сустава Максимально И медленно встаем Переход Раз, на ширину плеч Сразу руки разворачиваем Да И начинаем с правой руки Раз, смотрим на руку Два Три Мимо лица рука проходит Чуть потянуться Теперь локоть мы сгибаем Но локтем чуть-чуть тянемся вперед И нажимаем вниз Поворот в пояснице Собираем руку в кулак Поднимаемся Другая рука Раз Два Потянулись Опять сгибаем локоть Но локтем чуть-чуть тянемся Раскрывая грудь Ладонь мягкая Поворот в поясе Поднимаемся Еще раз Два Три Четыре Пять Раз Два Мягко потянулись Три Нажимаем рукой Четыре поворота в пояснице Пять Еще раз С Настей Раз Два Три Четыре Руку к плечу Не торопимся Вниз Пять А если тяжело сильно наклоняться Не наклоняйтесь сильно Но колени прямые здесь Почти Поднимаемся И еще раз Два Три Ладонь к плечу Четыре Опускаемся Полукруг Рукой вокруг ступней Поднялись Также включается энергии Почек И она соединяется С энергией Сердца То есть Главный орган В китайской медицине Традиционный Это почки То есть Источник энергии У нас сердце Поэтому мы соединяем Через Это упражнение Дальше Посмотрите Следующее упражнение Чуть более сложное Поворот Мы влево делаем Я вправо Поэтому С другой ноги начинаю Нога чуть-чуть закрывается Примерно Сорок пять градусов И положение ноги Второй Как вот буква Т Почти На носок Да То есть Вы развернулись У вас таз Правильно разворачивается Если поворот сделали Да То есть Посмотрите Раз Вес перенесли Как Мы не на опорной ноге Поворачиваемся Хотя есть такой Втай дзи цуань Раз Дальше Вес перенесли Два Колено вперед Посмотрите Да Потому что Упражнение называется Тигр бросается на добычу То есть Мы в эту сторону Будем бросаться На добычу Да Переход Да Еще раз Переход Можно с руками Здесь руки Точки Также важны Чуть выше пупка Примерно Пять-шесть Да Здесь Поворот Раз Дальше два Да На опорной ноге Мы чуть-чуть присаживаемся Обязательно пружинит Да И еще раз Сами попробуйте сделать С Настей Руки пока не трогаем Руки не трогаем пока Да Стопни поворачиваем Раз Подошли ногой Два О Раз Удар То есть Полностью круг Работает Здесь Раз Вынесли Чуть-чуть Но это потом уже Да В каких-то боевых вещах Эта часть Она включается Это отдельная тоже тема Раз Сверху Два Шаг ногой Посмотрите Шаг Ноги Либо почти на одной линии Либо чуть-чуть в сторону Лучше Чтобы удобно Если у вас нога за шаг делает У вас перекручивается поясница То есть сила теряется из пояса Так И Так Движение То есть это большая волна Но будет вторая короткая волна Сложно сделать Теперь вот этим отделом Спины То есть То есть Сбоку Посмотрите Мы толкаясь ногой Уже руки Прямо Такое движение Мя Да То есть раз В конце Чуть жестче Да Ну не жестче А упругое Да Движение Да То есть сначала волна Вверх Сверху Потом Раз Короткая Так Пока мы только волну попробуем Потому что там вторая часть идет уже тоже На йогу похоже Здесь руки Раз Два Сразу выносим Три Большая волна Раз Когти Когти Посмотрите Руки Чуть ближе друг к другу На уровне Центра груди Да То есть если выше подняли У вас здесь разрыв тоже Пустое место Теперь прямо Да Вонзили когти прямо Отлично В другую сторону попробуем Переход Такой же Чтобы Раз Два Чуть ближе нога Чуть ближе Да Дальше Волна Руки поднимаются Волна Раз Сверх Да Не Корпус прямо Не наклоняем Корпус прямо Уже на обеих ступнях стоим полностью Не на носок Нога То есть стойка натянутого лука здесь Называется Когти прямо Теперь вперед Движение Раз Да Отлично Теперь Дальше Движение Посмотрите Лучше развернитесь Я покажу Делаем шаг Назад Как Мы как бы Себя за копчик Поднимаем Нога В сторону И Опускаем Когти Теперь Колено Чуть в сторону Посмотрите Но Кому-то удобно Так Внутри Вообще Так Чуть наружу Мы Грудь Раскрываем То есть у тигра Эта часть Сильная То есть он Показывает грудь Я к вам Лицом Да Покажу Мы Чуть-чуть Макушку Тянем Раз Но Когти Опустили Да Грудь Показали Дальше Посмотрите Копчик Поднимаем Опять Чуть-чуть Подставляем Ногу И в другую Сторону Поворот Переход Раз И Два Лучше К вам Лицом Посмотрите Раз Два Три Движения Мы разобьем По частям Раз Дальше Руки Вперед Продолжая Движение Шаг Так удобнее Сделать Шаг Опускаем И Тазом Вниз Нажимаем Грудь Раскрываем Да Потом Подшаг Раз Посмотрите Руки Носок Закрываем Больше 90 градусов Переход Сразу Руки Пошли В другую Сторону Делаем Раз Ногой Толкнулись Два Дальше Потянулись Руками Ногу Отставили Три Грудь Показали И Опять Раз Подставили Руки И Поворот Да То есть Мы делаем Влево Вправо Начинаем Влево Но Можно и Прямо То есть Если Места Мало Дома Можно Прямо Делать Так Потом Поворот В эту Сторону Так Ну Попробуем Да Да Потом Следующее Движение Отдохнем Это Наверное Самое Сложное Движение Раз Два Три Вес Обе ступни Нагружаем Вес Так Почувствовали На обеих Ногах Вперед И Да Вперед Подтянули Шаг Назад Сделали Опустили Таз Грудь Показали Да Показываем Грудь Да Тигр Молодой Красивый Не старый Раз Дальше Два Носок Посмотрите Руки Поворот Ступни Раз Вес Два Сразу руки Чуть выше Три Прогиб Сверху Прямо Раз Ногу Отставили Два Опустили Таз Макушку Чуть вверх И Три Подставили Раз Закрыли Два И Другую сторону С Настей Еще раз Шаг Бросились Вперед Раз Вес Назад Волна Вторая Два Руки Вперед Шаг Назад Три Колена В пол Вытянулись Из поясницы В макушку Таз Поднимаем Ногу Сзади Поставили Раз Кулаки На пояс Закрыли Ступню Вторая Нога Подошла Два Руки Вперед Выносим Волна Первый Шаг Раз Вторая Два Руки Вперед Три Колена Опускаем На пол Тянемся Спиной Снова Таз Вверх Ногу Поставили Раз Собрались Закрываем Ступню Нога Подошла Два Руки Впереди Волна Первая Раз Шаг Вес Назад Два Еще раз Волна Три Потянулись Руки В пол Колено На полу Вытягиваемся Четыре Таз Приподняли Ногу Поставили Кулаки На пояс Раз Закрываем Ступню Два И еще Раз Еще Одна Волна Два Руки В пол Колено В пол Вытягиваемся Три Поднялись Четыре И возвращаемся Ноги Ширина Ширения Плеч Пять Можно Сесть Отдохнуть Чуть Чуть Я Объясню Есть Иногда Движения Могут Отличаться Можно Открыть окно Если Душно Так Есть Много Различных Смартфонов Фирмы Разные Но Качество У них Одно Можно Позвонить Залезть На Фейсбук В принципе Не меняется Также Здесь Очень много Направлений Даже И цзин В Китае Они Могут Внешне Изменяться Но Все равно Работают И так И так Допустим Встречается И такое Положение Ноги Носок И сильный Прогиб То есть Так Мы Вот Взяли Так Когти Еще Момент Когда мы Вниз Нажимаем Поясницы Внимание Тоже На пояснице Мы Раз И чуть-чуть Глаза Открываются Есть Много Различных Стилей В Китае Стиль Тигра Стиль Лошади Но Это Не просто Взяли Красивые Названия То есть Они Берут Природные Качества Этого Животного То есть Здесь Можно Представить Тигра У Тигра Очень Сильная Верхняя Часть Он Бросается Здесь Очень Слабая То есть Был Монах Он Убивал Тигра Ждал Сидел С ножом Когда он Бросится Потом Он просто Падал Их Поднимал Что-то У него Здесь Очень Слабая Часть Поэтому Используйте Вот это Природное Качество Тигра То есть Верхняя Часть У вас Тяжелая Сильная Есть Стиль Тигра Другой В синии Там Так Он Бросается Резко Но Обязательно Верхней Частью То есть Стиль Лошади Допустим Он Отличается Там Копыта Уже Вот Здесь Чуть Чуть Можно Добавить Образ То есть Прогиб И Всем Телом Да Потом Чуть Чуть Волна Короткая Вот Ну Дальше У нас Это Наверное Такое Самое Амплитудное Движение Широко Амплитудное Дальше Чуть Попроще То есть Я покажу Посидеть То есть Мы вернулись В это положение Руки Посмотрите Раз Называется Бить поклоны Здесь Чуть Микрофон Мешает Здесь У нас Уже Точки Сначала У нас Были Чуть Выше Теперь Основание Фэнчи Мы Стучим Семь раз Посмотрите Каким Образом То есть У нас Указательный Палец Он Соскальзывает Да Со среднего Такое Положение Да Можно Сидя В принципе Постучать Уши Закрываем И глаза Есть Такое Упражнение Отдельно Небесный Барабан То есть Здесь Мы Уши Закрыли И Палец Соскальзывает Стучит В эту Область Здесь Что мы Делаем То есть У нас Нет Зрения То есть Есть Слуха Мы Слушаем Внутренний Звук То есть Тун 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 Семь Раз Тоже Число Не случайно Число Возвращения То есть Энергия Возвращается И Лишнее Напряжение Снимается То есть Вы Постучали Семь Три Раз Бить Поклоны Постучали Теперь Наклон Посмотрите Раз Локти В стороны Расходятся Чуть Чуть Движение Как бы На сопротивлении Вы Немного Сопротивляетесь Рукам Но не сильно То есть Прям Чтобы Вены Сдувались Просто Мягко Раз Посмотрите Скручиваемся Так Скрутились Живот Внутрь Проваливается Потом Поднимаетесь От Поясницы От Копчика Волна Идет Раз Поднялись Руки Чуть Ближе Потом Опять Постучали Семь Раз Опять Наклон Еще Чуть Ниже Также Наклоны Сами Выбирайте То есть Можно Так Потом Чуть Ниже Потом Можно Совсем То есть В конце Согнуться Пополам То есть Так Но Подниматься Нужно Не так А То есть Волной От Копчика Также Раз Каждый Позвонок Вытягивая Вверх Такое Движение Три Раза Сделали Дальше Такое Движение Раз Резко Открываем Уши И глаза Чуть Чуть Открываются И дальше Последнее Движение Перейдем В последнее Движение Руки Вверх В замок Соединяются Да Потом Покажем Но Попробуем Еще Раз С этого Движения Здесь По одному Разу Сделаем По одному Разу Начинаем Раз Два Вес На задней Ноге Нога Пустая Передняя Пустая Да Дальше Раз Тигр Представили Тигра Вперед Потянулись Руками Шаг Назад Нажали Поясницу Вниз И раскрыли Грудь Глаза Чуть Чуть Округляем Да Грудь Показываем Дальше Раз Подставили Ногу Два Собрали Руки В кулак Закрываем Ступню Больше Раз Выносим Руки Округляем Спину Волна Раз Сверху Прямо Дальше Раз Шаг Опустили Колено Продавливаем Поясницу Внимание На Минмэнь Глаза Чуть Округлили Дальше Подшаг Раз Два Носок Закрываем Теперь 90 градусов Переход Делаем Подставили Ногу Раз Бить Поклоны Да Правильно Три Раз Семь Нажимаем Да Стучим Семь Раз Слушаем Звук Наклон Раз Локти Чуть Чуть В Стороны В В Волна От Копчика Еще Семь Раз Слушаем Звук Выдох Скручиваемся Как Коврик Вниз Нажимаем Чуть Чуть Вверх Разворачиваемся Также От Копчика Еще Семь Раз Вниз Скручиваемся Вверх Поднимаемся И Раз Глаза Уши Резко Дальше Переход Делаем Последнее Движение Раз Груди Вперед Вытягиваем Замок Вперед Да Прочищаем Еще раз Каналы рук Дальше Раз Здесь Наклон Вниз Но голова Приподнята Приподнята Голова Поворот Головы Вправо И Таз Таз Посмотрели Как бы Виляние хвостом Называется Прямо Расслабили руки В другую сторону Сжимаем Левый бок Смотрим На таз Прямо Расслабляем руки Опять Раз Два В другую сторону Раз Два Раз Два В другую сторону Раз Два Поднимаемся Раз Колени прямые Два Раз Колову Не запрокидываем Сильно Два Раз Два Складываем руки На живот Глаза закрываем Дальше Раз Два Последнее упражнение Расслабляет все тело Ну, можно сказать Ничего себе Расслабляет Там напрягаешься Но Расслабление за счет того Что Напряжение Потом Расслабление Потом Стоять Чувствуете О Расслаблен Уже устали Да Здесь Момент В последнем То есть Завершение Я Просто сделаю Я не сказал Посмотрите Плечи не поднимаются Тоже Отдельно Есть Направление Методы Собирания Ци Это Тоже такая тема Чуть глубже Здесь мы делаем Вдох Руки Как будто Сами поднимаются Плечи не поднимаются Посмотрите Естественно То есть у нас колодец Да Открыт Раз Потом к себе Мы мысленно проводим Энергию через все тело Через ступни Выдох Да Опять Раз Вдох И опять Мысленно через ступни ведем Последний раз Вдох Последний раз Мы опускаем энергию Внутрь живота Выдох Да Собирается Теперь посмотрите Вперед Движение Раз Чуть-чуть округлое Здесь У мужчин Левая рука Ближе к животу У женщин Правой Точки Лаугун И внешние соединяются Да Так Чуть-чуть сгибаем колени Здесь два пальца ниже пупка Тоже важная точка Нижний донтянь Цихай Мы туда возвращали энергию Звуком хай Да Вот этим То есть мы закрыли В конце Это положение То есть Вот эта Заключительная фаза Обязательно Иначе вы просто сделали Бросили То есть вся ваша работа Потеряна То есть обязательно Как говорят Посеяли Но не собрали урожай То есть Здесь обязательно Почувствовать Внутри Здесь энергию Она возвращается Потом Да Медленно Это в любой форме В тайцзы тоже Заканчивают Сразу Не бежите То есть не Убегайте Делать дела какие-то Вы встали Выдох Обязательно Дань-тянь Чуть-чуть Постояли Почувствовали Потом уже можно Двигаться постепенно Медленно Да Потом чуть быстрее Еще быстрее Ну Здесь вот мы Практически все закончили Можно повторить Весь комплекс А может ты отдельно Объяснишь Последнее упражнение Последнее Ну да Не все делали правильно Последнее Да Последнее понятно Или нет Или Да Хорошо Тогда последнее Просто я хотел Прогнать Потом Последнее Объяснить Ладно Сначала Объясним Все Последнее Посмотрите Руки Как переход Мы делаем Руки опускаются Сами Как будто Шар захватываем Раз Дальше Вдох Потом руки Разворачиваются От груди Вперед И потянули Здесь точки Работают тоже Раз Чуть-чуть потянули Но плечи То есть не тянемся Так Мягко Потом руки И нажимаем То есть у нас Пустые ладони Не выжимаем так сильно Наклон Обязательно На собаку похоже То есть вот прогиб Да В шее остается Все время смотрим вперед То есть можно так Руки Не обязательно Кому не хватает То есть не обязательно Колени сгибать Можно вот В таком положении Здесь важно Складывание Вбок То есть вы опустили Смотрите вперед Потом виляние хвостом Вот хвост Раз Повернули Посмотрели на хвост Чуть потянулись Опять прямо Расслабили руки В другую сторону Раз Потянулись Опять один бок мы складываем Другой растянем То есть вот боковые каналы Работают По три раза в каждую сторону То есть ступни у нас параллельно Замок вниз Здесь понятно Да И смотрим вперед То есть не такое положение Так А приподнята чуть-чуть голова Раз По три раза в каждую сторону Посмотрите как мы поднимаемся Руки Так Да Прямо смотрим И сразу начинается Сглаживающее дыхание Три раза То есть через ступни проводим Два раза Выдох Последний раз Вниз живота Да Так Ну Все упражнения Понятны Или какой-то Вопросы Есть какие-то Корову Ну Корову еще раз Да Повторим То есть я потом Какая рука Нага уже понятно В принципе Да В эту сторону Можем тогда Повторить И Целиком Целиком Ну по одному разу Так как все устали В принципе усталость Тоже нормальное состояние Вы чувствуете тело устало И даже бывает Там не хочется заниматься Бывает какое-то такое Агрессивное состояние То есть в таком В плохом состоянии Лучше не заниматься Ну бывает Просто не то что лень Как бы Чувствуете устали Там Не очень комфортное состояние Ну, а эта энергия, она трансформируется, она как дрова, то есть вы в таком состоянии начинаете заниматься, о, чувствуете, ци работает, то есть вы устали, тело раскрылось наоборот, мышцы расслабились, а бывает наоборот, в позитивном приходишь, а как-то ничего, то есть нечему трансформироваться, вот. Ну, попробуем по одному разу прогнать, потом корову, да, объясню еще раз корову и внутренний аспект один тоже такой, делаем ненапряженно, раз. Успокаиваем дыхание, пальцы опущены вниз, кончики пальцев чуть-чуть тянутся, вспоминаем, что у нас подмышки открыты, как будто шарики там, да, грудь сильно не поднимаем, делаем шаг, раз, два. Первое движение, раз, здесь чуть-чуть тоже копчик подворачивается, медленно ведем к себе, наклон рук 45 градусов, глаза закрываются, слегка основание ладони, чуть-чуть нажимают друг на друга. Восстанавливаем дыхание, если сбилось. Дальше, второе упражнение, раз, пальцы широко, плечи не поднимаются, расслаблены плечи. Вперед тянем руки, с небольшим усилием, мягким, потянулись вперед сначала, вперед, потом в стороны. Далеко назад не убираем, вверх пальцы, поджимаем пальцы на ногах, на руках, да, плечи вниз также не очень сильно поднимаются. Когда мы тянемся макушкой вверх, плечи сами опускаются вниз. Дальше, раз, два, три. Третье упражнение, локти пошли, точки на руках, центр ладоней. Поднимаем вверх, смотрим вперед вниз, чувствуем макушку головы и стараемся передать полученную энергию рукам. Дальше, руки в стороны, большие пальцы внутрь, собираем кулаки. Чуть-чуть сжали, с усилием. Правая рука срывает звезду, чуть потянулись вниз. Мягко сжимаемся, потом расправляем грудь, рука. Смотрим сквозь руку, чувствуем поясницу. Другую сторону, раз, два, три, четыре. Локоть, рука, раз, два, три. Вверх, раз, два, три. Дальше, переходим в следующее движение. Рука внутрь, верхняя, вниз, под мышку. Так, раз, чуть-чуть довернули пятку. Руки расходятся в стороны сначала, да, вытягиваем. Собираем в кулак, дальше вниз к себе, скручиваемся вправо, вперед. Раз, два, раз, два. Дальше, раз, два. Чуть-чуть подвернули пятку. Да, кулак собираем. Раз, два, раз, два. Раз, два. Дальше, под шаг, раз, два. Расправить крылья, выпустить когти. Руки, раз, с усилием толкаем. Смотрим в треугольник, здесь в треугольник, да. Еще раз, к себе. Не прогибаем живот вперед, то есть поясницу не прогибаем. Раз. Раз, чуть макушкой тянемся. Два. Раз. Глаза. Два. С усилием также. Так, еще раз. Усилие в руках в основном. Мягко. Так, пальцы только. Пальцы, все тело мягкое. Еще раз. Мягко. Грудь сильно не раскрываем. Чуть-чуть совсем. Вперед толкаем. Опять прямой позвоночник. Макушка вверх тянется. Еще раз к себе. Мягкое усилие. Как будто шар с водой несем, но тяжелый шар. Вперед толкаем также шар с водой, но большой шар. Сильно толкнем, разольем. Глаза. Дальше. Раз. Руки параллельно. Поворот вправо. Правая рука вниз. Ладони напротив друг друга. Девять духов вращают мечами. Скручивание. Раз. Руки сами расходятся. Вес не меняем. Не меняем вес посередине. Колени пока прямые. Чуть-чуть потянулись. Вправо раскрылись. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Поворот. Выдох. Раз. Два. Меняем. Раз. Потянулись. Два. Раз. Потянулись. Два. Раз. Потянулись. Два. Два. Дальше. Раз. Переход. Руки. Вниз локти. Шаг. Левое. Нажимаем звук. Ха-а-а-ай. Вверх. 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 До тазобедренного сустава руки нажимают. Ха-а-а-а-ай. Вверх. Мягко. Не очень сильно. Ха-а-а-ай. Вверх. Поднимаемся. Следующее движение. Подшаг. Руки к себе. Собираем в кулак. Разворачиваем кулак вверх. Начинаем. Правое. На себя. Мимо лица проходит. Нажимаем вниз. Ладонь. Поворот в пояснице. Вверх поднимаемся. Раз. Два. Три. Нажимаем вниз. Поворот. Вверх. Раз. Два. Три. Вверх. Четыре. Раз. Смотрим на руку. На себя рука. Проходит мимо лица. Чуть потянулись. Грудь раскрыли. Вниз нажимаем. Раз. Поворот. Два. Раз. Два. Два. Три. Поворот. Последний раз. Раз. Два. Рука ближе. Нажимаем вниз. Выдох. Поднимаемся вверх. И поворот. Правая нога. Раз. Два. Левое колено чуть согнуто. Руки сразу вперед. Тигр бросается на добычу. Сверху. Прямо. Да. Ногу назад. И расправляем грудь. Продавливаем чуть-чуть поясницу. Глаза. Поднимаем поясницу. Раз. Носок закрывается. Два. Раз. Два. Грудь чуть-чуть. Открываем локти в стороны. Здесь в стороны. Чуть согнуты локти. Да. Поднимаемся. Раз. Закрываем ногу. Вес переносим сразу. Руки вперед. И бросаемся на добычу сверху. Прямо. Раз. Мягко. Шаг назад. Локти в стороны. Грудь. Показываем. Да. Тигр грудь показывает. Дальше. Раз. Подшаг. Два. Закрываем носок ноги. Раз. Сразу локти. Два. Три. Назад шаг. Раз. Грудь показываем. Ещё раз делаем. Раз. Можно чуть шаг сделать, если ушли в сторону. Руки. Волна сверху. Большая волна. Короткая волна в грунтом отделе. Шаг назад. Раскрываем грудь. Макушку тянем. Глаза чуть округляем. Поднимаем таз. Последний раз в другую сторону делаем. Раз. Два. Три. Сверху. Прямо. Шаг. Глаза. Чувствуем поясницу. Подшаг. Закрываем. Подшаг. На ширину плеч. Бить поклоны. Семь раз. Удар. Раз. Раз. Наклон. Локти в сторону чуть-чуть. Поднимаемся волной. Еще раз. Вниз. Ниже. Вниз. Колени прямые здесь. Только спина. Волна. Волна. Еще раз. 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 Максимально вниз. Локти в стороны чуть-чуть. Волна. Дальше. Сжимаем уши руками. Резко. Дальше. Руки вниз. Груди. Вдох. Разворачиваем. Опускаемся вниз. Можно чуть шире, если узкая стойка. Да. На ширину плеч. Голову поднимаем. Макушку вверх. Перед собой смотрим. Скручиваемся. Правый бок. Прямо. Левый бок сжимаем. Прямо. Правый. Прямо. Левый. Прямо. Правый. Прямо. Левый. Прямо. Дальше поднимаемся Раз, чуть-чуть округляя спину Вдох Сильно голову не запрокидываем Через ступни проводим выдох Раз Мягкий вдох, не слышно Выдох через все тело максимально Раз Последний раз вниз живота опускаем Внимание и энергию Дальше руки чуть-чуть по кругу Чуть-чуть сгибаем колени И на живот Глаза закрываются У мужчин левое к животу У женщин правое Дальше подставляем ногу Медленно садимся Как удобно, не обязательно То есть лотос, полу, кому как удобно Просто спина прямая Руки чуть-чуть открываем Посмотрите Да, так То есть локти И глаза закрываем Несколько секунд просто сидим Дальше подставляем И дальше Открываем глаза Один момент Чуть-чуть покажу Раз уж волочить за хвост Восемь коров То есть вот движение Ноги Да, посмотри Раз Рука Раз Движение Одинаковые, да? Или почти, да? Одинаковые Просто чуть глубже уровень Объясню Почему разница есть Сначала Внешние, да, формы Потом Внутри Вы Если движение еще не закончено Вы чуть вперед идете Раньше У вас То есть ваше Вы против своей силы идете То есть раз Уже сразу Навстречу идете То есть движение Округлое Должно закончиться Потом перейти в следующее То есть Обязательно Внутренний процесс Должен Произойти Иногда Инертность Тела Есть еще Ци Когда вы чувствуете Уже Больший объем Ци Потом Чуть-чуть Можно потянуться Добавить тело Потом Ци идет Обратно Выдох Вы просто Следуете Здесь раз Почти закончилось Вы чуть Добавляете Движение Потом Выдох Да Это вот Уже в следующий уровень Если Андрей Будет продолжать Эту тему То есть Можно Разбить по ступеням То есть Я просто Показал Не для того Чтобы Выпендриться Просто Чтобы Было понятно Почему Важно Следовать Поэтапно То есть Не сразу Не забегая Вперед И всегда Интересно Будет То есть Здесь еще Момент Что движение От ступней Передается Всему телу Может быть Это будет полезно Вот как раз В йоге В каких-то Асанах Вам будет просто Интересно Их исполнять Не просто Кто-то может Чисто Механически Делает Но уже Будете чувствовать Как движение Раскрывает Все тело И вытягивает В каких-то Позах То есть Я не знаю Вот Ну Есть какие-то Вопросы По каким-то Движениям А что тебе было Непонятно Скажи пожалуйста Да Вращается Да Как раз Акцент Сделали Что Сухожилия Вытягивают То есть Они Да Вы Прозвание Или Препереднюю Да Они Сначала Растягиваются Потом Чуть-чуть Вниз Потом Поднимаются Как бы К себе Скручиваются Да То есть Такое Движение Раз Два Да Да Ну Они Выпрямляются Сами То есть Вы Не специально Тянете То есть Раз Вдох Потом Выдох Да То есть Вот это Да Движение Какое Еще Непонятно Ну С ногами Наверное Да Вот эти Вот Скручивания Хотя В принципе Все Объяснил Ну Просто Кто Самостоятельно Занимается Можно Как Видеоконспект Может быть Анастасия Снимет Просто Друзья Сейчас Закончится И вы Будете Водить Резор И Давайте Друзья Ну Вот Я Скоро Как раз Видео Зарисовка Будет В качестве Анастасии Доступно Не будет Потом И Будет Доступно Мои Тренировки Но Если Вы Не И Бенни Из Киева Будет Онлайн Тренировки Я только понимаю Доступе Время От Времени И В перспективе Будет Видео Но Вот Сейчас По свежим Следам Видео Не будет Ну Может Какие-то Инструкторские Да Тигра Тигра Да Подробно То есть Как Перестановка Ног Именно Сложно Или А Перестановка Ног Можно Просто Без Рук Попробовать Это Движение Как Бы Мести Сделать То есть Переход Можно Руки Так То есть Посмотрите У нас Поворот Корпуса Вот Раз Идет Два Да Потом Если Вот Будет Тема Тайдзэцуани Это Как раз Вы почувствуете Как это Связано То есть Поворот Идет Не за счет Ноги А Здесь Движение Идет За счет Поворота Корпуса Потом Вынос Ноги Потом Здесь Опять Движение В корпусе Идет Вот Здесь То же Самое Раз Перенесли Два Сразу Руки Да Ну Руки Вроде бы Понятно Сверху Да Здесь Волна Тоже Сложное Движение Но это Больше С ченем Наверное Связано То есть Движение Вперед Такое Так Мягко И Обязательно Через ногу Так Раз Есть Правильно Хороший вопрос Есть ли Откат Назад То есть Нога Посмотрите Толкает Связь между Ногами Обязательно Есть То есть Да Из земли От Через Да Через Поясницу Поэтому важно Не перегибать Поясницу Но Мы как бы Внутренних Аспектов Пока Глубоко Не касаемся То есть Просто Что Через Нас Идет Мы Внешнюю Форму Отстраиваем Четко Еще Вот Этот Момент То есть Тоже Не у всех Правильно Стойка Натянутого Лука То есть Посмотрите Мы когда Отставляем Ногу Если Я ее Представлю У нас Ширина Плечи Должна Получиться То есть Если Вы Представ Вам Неудобно О Уже Значит Неправильно Стойка Так Еще Хуже То есть У вас Поясница Перекручивается Вот Здесь Вот Эту Часть Напрягаете То есть Поэтому Чуть Чуть Назад И Чуть Колено Согнуто Да Можно Дополнительное Упражнение Такое Раз Это И для Скручивания Поможет И Здесь Такое Движение Но Здесь Совсем Чуть Чуть Откат Идет Сразу Вперед То есть Раз Движение Раз Вперед Такое Так Волна Здесь Посмотрите Руки Вытягивают Тело Потом Шаг Назад Опускаются Опускаем Колено Здесь Круг То есть Раз Грудь Показываем Мы как бы Грудь Продавливаем Вперед И Здесь Чувствуем Поясницу Глаза Чуть Чуть Да Так То есть Вот И пальцы Внимательно То есть Вот пальцы Локти Да Потом Опять Копчик И Подставляем Ногу И Сразу Руки Да То есть Не сложно Здесь Они Сами Вы будете Делать Они Сами То есть Возвращаются Если Поворот Здесь Правильно То есть Нога Сама Встает То есть В эту Сторону Вы Повернулись Раз Чуть Больше Закрыли Если Вы Не Закрыли То есть У вас Таз Либо Вам Надо Физически Перекручить Либо Вам Неудобно Стоять То есть Вот Так Да Поэтому Вот Раз Закрыли Нормально Два Таз Развернули Сразу Копчик Да Идет В другую Сторон Тоже Понятно Да Раз Два Еще Какое Движение А Я говорил Да Что Обозначают Округлые Глаза То есть Мы Чуть Чуть Расширяем Чуть 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 Расширяем Это Для Зрения Как бы Но не то Что Сами Физически А Внутренне Как бы Да Можно Представлять Что Как у Кошки Расширяются Это И для Глаз Хорошо Для Зрения Потому Что Все С Компьютером И В основном Да Чуть Не 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 Сами Физически А как бы Немного Так Совсем Чуть Чуть Да Просто Расширяются Это Тонкие Каналы Печени Открываются Здесь То есть У всего Есть Объяснение Не просто Для чего То Делаем Или Какие То Области Просто Наблюдали Как энергия Течет И Как Она Взаимодействует Поэтому Лучше Не Экспериментировать Взять Какую Модель Цигун Это Такая Удобная Комфортная Машина Можно сесть А куда вы доедете Это же ваше дело То есть Да Ну Как Есть Вопросы Наверное все устали Повторять Наверное уже Не будем Да Закончим Да Да Сейчас мы закончим Прохлопыванием То есть Вы уже знаете Кто Анастасией Занимался То есть Легче Просто с людьми работать Если Накатанное Уже есть Поэтому вопросов Мало Вы еще сами Не занимались Вопросы И сразу видно В группе Кто занимался Кто нет Говоришь Сразу подходят Вопросы Задают О значит Люди занимались Если нет вопросов Ну понятно Пришел Позанимание Все понятно Ничего Когда сам делаешь Изнутри Уже появляются вопросы Чувствуешь О почему здесь Так не работает Значит что-то Не дослушал Как-то не так Поворачивается Вот Ну я думаю В процессе возникнут Вопросы Поэтому можно Закончить Похлопыванием Традиционным Чтобы Сохранить Энергию Здесь мы Растираем Сильно И умываемся Раз Так Проводим Тоже Да Теперь пальцы Чуть-чуть Напрягаем Кончики Как тигр У нас Проводим По голове Дальше Собираем Ладони Прохлопываем Ушные раковины Сверху Вниз Так Растираем Раз Все точки Массируются Органы Внутренние Чуть потянули Дальше Шейные мышцы Немного Как бы Вот Раскатываем То есть Именно мышцы Не грязь Катаем А вот Мышцы Дальше Растираем сильно Большой позвонок Седьмой шейный Это точка ветра И левая рука Вот плеча Чуть-чуть Локоть Да Клечо вниз Вниз Дальше Разворачиваем Вверх Вниз Вверх Вниз Запястье Другая рука Так же Раз Два Раз Два Раз Да Вниз Дальше Сбоку Прохлопали Повернули Да И Дальше Руки Растираем И Прохлопаем Крестичная Вниз Дальше Сбоку Каналы Проход Чуть-чуть Может отличаться Мы сегодня Больше Чуть-чуть На внутренний Делали акцент Поэтому Чуть-другой Прохлопали Сгибаем Паховую Область Прохлоп Как будто Куда Входит Дальше Внутри Дальше Сверху И Поднимаемся Сзади Сбоку Каналы Да Еще раз Чуть-чуть Грудь открыли Каналы Сбоку Прохлопаем Живот Пах Внутри Можно Посмотрите на выдохе Мягко Раз Тело Собирается Живот Низ живота Поясница Раз Два То есть вы Упаковываете энергию И тело Укрепляется Дальше Дальше Встрях 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 Да И Мягко Раз Дальше Ноги вместе Потянулись Спасибо Да Как минимум Есть еще момент Есть еще момент С Багваджан Связан То есть есть У каждого отрезка Парчи Какое-то Боевое применение Так это Грубо сказать Какой-то Прикладной Момент Через него Можно понять Как работает Внутри Форма Вот То есть Там еще Как бы Такое Знание Скрыто Глубоко Вот Ну и еще Мой Собственно Личный опыт То есть Я Твердо За себя Отвечаю В плане Того Что я могу Передавать И обучать Ян Цегун И ян Цегун Это Который Получил От Ван Пэна По одной Простой Причине Потому Что Это Был Достаточный Период Обучения И Постоянного Пребывания Рядом С Передача В процессе Работы В процессе Взаимодействия Поэтому Видео Это конечно Очень круто Там Книжки Это хорошо Но Живого общения С Передающими Людьми Избежать Не удастся Потому Что Иначе Эта штука Не раскроется Не включится И не заработает Эдик Сколько лет Жил с мастером Рядом То есть Десять лет Десять лет Непосредственно С мастером Которого Он То есть Ну Тут Нужно Еще Быть Не только Носителем Уметь Возможность Передать То есть Так Чтобы Людям Было Понятно Потому Что Есть Много Традиций Но Он Вам Не Объяснит То есть Почувствовать Даст Но Ощущение Оно Теряется Поэтому Нужно Чаще Встречаться Потому Что Именно Это Ощущение Должно Стать Устойчивым У вас У Насти Есть Вкус И Ощущение Это Повезло Что Она Здесь Постоян Также Ее Можно Мусорить Да Пока Есть Возможность Пользуйтесь Пожалуйста Ну И Естественно Дальше Мы Не заканчиваем На этом У нас продолжается У нас вторая часть Вот Во второй части Очень Многие вещи Которые Цигун Учит Нас Правильно Распределять Перераспределять Набирать И управлять Перераспределением Энергии И Двигаться Так Чтобы Не рассеивать Ее в переходных Движениях И Дальше Во второй части Ребята Принципы Переходных Движений В асанах Объяснят И Вы В конце концов Когда-нибудь Возможно Сможете Для себя Понять Собственную Схему Выполнения Этих Движений Так Чтобы Все Принципы Которые В практике Цигун Вы В себе Генерируете Осваиваете Чтобы Они Перешли И В ту Практику Тоже Да Как раз У вас Сейчас Живая Возможность Есть Ребятами Вот эти Принципы Почувствовать Попробовать То что До вас Дойдет Оно Это Ваше Останется То есть Это Не от Головы То есть У вас У вас Есть Наработка По Цигун Ощущение Вы Можете Не терять И сразу Встроить Посмотреть Как Она Встраивается Какие Моменты Которые Мы Не Объясняли Они Просто Понимание Этого К вам Придет Благодаря Ребятам Да Таким Образом Мы Передаем Эстафету Виктору И Елене Она Сейчас Пока Не с нами Но Скоро Будет Мы С вами Устраиваем Короткий Перерыв Скоро Примерно 10 15 Да Давайте 15 Не больше Через 15 Минут Мы Снова Ждем Вас В зале И мы Начинаем Вторую Часть Поблагодарим Эдуарда Еще Раз Аплодисменты